Прежде всего, вступающим в брак придется понести дополнительные расходы на государственную пошлину. С 1 июля действующая ставка будет увеличена с 5 латов сразу до 15. Соответственно, применительно к Даугуплскому отделению, к стоимости процедуры в любом из предлагаемых мест автоматически нужно прибавить дополнительные 10 латов. Любопытно, что администрация на местах в письменном виде отразила свое видение к проекту, направив послание в вышестоящие инстанции. Такое резкое увеличение государственной пошлины за регистрацию брака, наверное, все-таки нецелесообразно. И мы предлагали не 15 латов, а 10. До этого было 5 латов вообще. Единственное, с чем мы согласились, мы согласились с тем, что за утерянные удостоверения человека о рождении, о браке и о смерти госпошлина должна увеличиться. Отмеченное выше повышение тарифа с лата до 5 за повторное свидетельство о рождении, браке и смерти, дополненное другим. Исправление в документах также обойдется втрое дороже – 10 латов за внесенные коррективы. Морально-этическую сторону вопроса госслужащие по объективным причинам предпочитают не комментировать. Однако, с учетом демографической ситуации, оценка проекта напрашивается сама собой. Это не та сфера, на которой государство сможет заработать. За минувший год количество ушедших в мир иной, в частности по Даугупелсу, вдвое превышало число появившихся на свет. Добавьте сюда активную миграцию по стране и за ее пределы, картина и вовсе становится удручающей. Официальный брак, в свою очередь, призван стоять на страже семейных ценностей и деторождения. Тем не менее, полагают сотрудники, новые цены вряд ли в состоянии повлиять на желающих оформить свои отношения. Все дорожает, к сожалению, поэтому я не думаю, что уменьшится количество браков. На данный момент у нас принято 200 заявлений, что на 60 заявлений больше, чем в прошлом году на этот период. Но, правда, еще не было увеличения, это будет только с 1 июля. Но заявления поданы уже сейчас, и те, кто в этом году подали заявление, ну, я думаю, что мало кого это коснется в этом году. Только те, которые после 1 июля будут подавать заявление. К слову сказать, удорожание в равной степени коснется и процедура венчания. Заявление по новым правилам подается в ЗАГС, а размер госпошлины везде остается неизменным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова